МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА О самом интересном и важном в Нижегородском регионе расскажут журналисты областных телекомпаний. Смотрите в выпуске новостей губернии. Метеор 120Р благополучно прибыл в Казань. Новая группа нижегородских добровольцев отправляются на боевое слаживание перед отправкой в зону ИСВО. Подробности далее. Несмотря на раннее утро, пассажиры первого рейса нового метеора уже заняли свои места. Слетать по воде до Казани многие из них мечтали с тех самых пор, как об этом маршруте было заявлено. Олег Ромашин специально для этого приехал из своего родного Ярославля. События величайшие. Ждали очень долго. Самая длинная линия по Волге на сегодняшний день действующая. Ну и плюс эта линия дублирует, собственно говоря, линию, с которой началась история скоростного флота. То есть первую ракету запустили по этой же линии. Метеор 120Р, названный в честь конструктора Ростислава Алексеева, первое судно на подводных крыльях, которое будет работать на маршруте Нижний Новгород-Казань. Дочь выдающегося кораблестроителя Татьяна Ростиславовна продолжает традиции своего отца, легендарного конструктора, гениального создателя судов на подводных крыльях, ракет, комет и метеоров. Татьяна Алексеева – один из конструкторов нового судна с таким родным для нее, да и, пожалуй, для всех нижегородцев именем. Я как конструктор, который принимал участие в создании данного объекта, сам факт, конечно, очень положительный, что вот метеор, конструктор Алексеева, то есть это когда-то он был, и теперь вот есть его преемник. Возрождение флота Скоростного – это воспоминания предыдущих поколений, когда вот по Волге от Череповца до Астрахани можно было добраться. Управлять летящим по воде кораблем доверили капитану Андрею Томирину, который покоряет речные и морские волны более 40 лет. В эксклюзивном интервью нашей съемочной группе он показывает самые заветные места метеора. Кабина капитана скорее напоминает космический корабль. Восемь экранов. В любой момент можно увидеть любую точку метеора. Вот, например, его сердце – машинное отделение. В первый рейс до Казани в общей сложности отправились около ста пассажиров. Если кто-то часто ездит, это просто как альтернатива, чтобы постоянно менять маршрут, например. То есть если все на поезде едут, тут есть возможность поехать по реке. Это намного удобнее и намного интереснее. Прекрасные виды можно видеть. Андрей Немцев родом из Казьмодемьянска. Говорит, запуск метеора из Нижнего Новгорода до Казани теперь будет пользоваться только этим видом транспорта. Ведь кроме конечной точки столицы Татарстана судно еще будет делать остановки как раз в Казьмодемьянске, что в республике Мариэл, а еще в столице Чувашии – Чебоксарах. Именно до моего города удобнее на метеоре. Трасса М7 строится часа на три, быстрее. Время в пути до Казани – 7-8 часов, в зависимости от прохождения шлюзов. Продажа билетов открыта на сайте водолета и в кассах компании. К настоящему времени Нижегородская область сумела создать настоящую скоростную флотилию. Как ранее рассказал губернатор Глеб Никитин, сейчас разрабатывается новая программа «Речные магистрали», в рамках которой планируется субсидировать речные маршруты на протяжении почти 700 километров по Волге. А опыт по возрождению скоростного судоходства у нас в регионе получил высокую федеральную оценку. Служба информации Наталья Лисова, Николай Прохоров. Самоотверженность и мужество – такие слова приходят в голову, когда видишь, как молодые мужчины готовятся к отправке на передовую. Но в начале подготовка. Нижегородские добровольцы отправятся на боевое слаживание – комплекс тренировочных мероприятий по обучению от мобилизированных военнослужащих согласным действиям в составе своего подразделения. Конечная цель слаживания – нарабатывание умений и навыков, необходимых для четкого выполнения своих обязанностей. Пришел по контракту служить, отдать честь в родине. Просто появилось желание, что люди там же на фронте, а мы тут, надо помогать всем дружно, коллективам. Я осознал, что надо помогать. Парни там воюют на передовой. А я почему должен сидеть? Должен прийти помочь парням. Я считаю, многие служат, говорят, все нормально, все хорошо. Как-то, блин, я даже не знаю, посидел, порешал, подумал. Все-таки родину надо идти защищать. Ну, пошел добровольцы. Я прививки не боюсь, если нужно, уколюсь. Нижегородские призывники ждут своей очереди в прививочные кабинеты. В регионе началась кампания по вакцинации молодых людей призывного возраста. Данил Рычков пройти вакцинацию решил одним из первых. По его словам, к службе готов и морально, и физически. Лишняя защита в виде прививки точно не помешает. Всякое бывает. Можно в жизни заболеть всякими болезнями разными. А вакцина поможет не заразиться этим всем делом. Это профилактическая вакцинация. Никаких последствий, в общем-то, нет. Формируется устойчивый иммунитет для того, чтобы пациент в перспективе перенес, если встретиться с этим инфекцией, более легко. Главные условия, чтобы пациент в момент вакцинации был абсолютно здоров. Именно поэтому перед тем, как сделать прививку, призывников внимательно осматривает врач. Измеряется температура, давление, осматривается горло, измеряют сатурацию. Напомню, что, в принципе, все молодые люди, которые попадают в армию, они должны быть привиты в рамках национального календаря. А это дифтерез, толпняк, корь, краснуха, вирсный гепатит B и грипп в ежегодном режиме. Дополнительно мы прививаем еще против ветряной оспы, мингококковой инфекции, пневмококковой инфекции. При этом хочу обратить внимание, что регион, для того, чтобы ребята были максимально защищены, покупает вакцину, именно максимально закрывающие те штаммы, которые циркулируют в стране. По советскому и низгородскому району, я думаю, что процентов 40-55% лица здоровые, годные, и годные с незначительными ограничениями. В отношении вакцинации все они идут с удовольствием. Почему? Потому что сейчас ситуация в армии складывается так, что когда большие контингенты коллектива собираются из разных областей и властей, то здесь могут быть вспышки пневмоний и мингококковых инфекций. Поэтому в первую очередь в настоящее время проводятся прививки от мингококка и от пневмококка, с тем, чтобы локализовать вспышки заболеваний в армейских коллективах. В армии нужны только здоровые люди, и мы поставили перед собой задачу, что максимальное количество должно быть привито. Мы все взрослые люди прекрасно понимаем, что прививка нужна. И стараемся совместно с территориальным управлением Роспотребнадзора по Нижегородской области с помощью поликлиники номер 31 сделать это в полном объеме. Я не слышал, что кто-то отказался. Сейчас уже намного спокойнее общество относится к прививкам. Наверное, многие осознали, что ничего страшного в этом нет, только пользу для здоровья. И такого ажиотажа отрицательного мы не чувствуем. Специалисты Роспотребнадзора призывают позаботиться о своем здоровье всех нижегородцев и как можно скорее сделать прививку от сезонного гриппа. Служба информации Наталья Лисова, Михаил Городников. Выставка архивных документов открылась в честь столетия контрольно-ревизионных органов. В основе экспозиции уникальные документы истории их создания у нас в регионе. Первые руководители структуры отчеты. Выставка организована Министерством финансов Российской Федерации совместно с Государственным общественно-политическим архивом Нижегородской области. В первую очередь, конечно, это будет интересно контролерам, которые сейчас составляют аналогичные документы. Им будет интересно посмотреть, как это проходило именно в те давние времена, может быть, начиная с 1923 года. То есть, насколько изменялось оформление всех документов. И интересно будет посмотреть все исторические факты о контрольно-ревизионной работе Министерства финансов Российской Федерации. Здесь представлены личные дела первых руководителей контрольно-бухгалтерского управления за 20-е годы, потом 30-е, 40-е годы и вплоть до практически наших дней, до конца 90-х годов. Документы о деятельности. Вот очень интересный документ мы нашли. То есть, первый год деятельности контрольно-ревизионного управления, ну, раньше оно контрольно-бухгалтерское управление, достаточно подробно расписано в отчете за 1924 год. Субтитры подогнал «Симон»!